Добрый день, добро пожаловать в диванную экспертизу, сегодня 109 выпуск, попрошу вас всех уже заранее поставить лайки, подписаться, кто не подписан, и не забудьте колокольчик, это тоже помогает продвижению видео. Так, ну и начать, конечно, хочется с такого необычного события, хотя уже каждый месяц такие баловны повторяются в Крыму, это атака на Черноморский флот РФ в Севастополе. Событие действительно необычное, потому что эта атака происходила прямо на стоянке в бухте, и казалось бы, там чуть ли не самые защищенные объекты, там еще ладно, как бы какой-то беспилотник пролетает по воздуху, но там беспилотники проплыли по воде, заплыли в Севастопольскую бухту, а там всего лишь вот эти ворота, условно проход в бухту, там ширина 400 метров. Казалось бы, на этих 400 метров можно поставить какие угодно датчики, я не знаю, каких-то водолазов и что угодно, и как-то не допустить проплыва уж туда, в самое, так сказать, сердце этого Черноморского флота. Ну нет, спокойненько все проплыли беспилотники и повзрывали корабли. Пока информации на момент съемки немного, то есть есть кадры с беспилотников, а это, как бы, получается, такие дроны-камикадзе можно назвать. И вот есть нюанс в этих дронах, что как раз самое интересное, они не снимают, потому что вместе со взрывом уничтожается, понятно, что и камера. Поэтому как бы обрывается на самом интересном месте у всех этих дронов видео, поэтому мы не знаем, какие последствия. И в то же время почему-то жители Севастополя как-то не сильно охотно снимают, что там у них происходит. Ну, может, они и снимают, но Россия за это будет жестко щемить. И судя по реакции россиян, реакция у них такова, что они выходят из сделки зерновой, по которой из Украины было можно вывозить зерно, и Россия не обстреливала там корабли, не перекрывала и ничего не делала. Вот она выходит, и плюс она там созывает Совет Безопасности ООН, потому что, видите ли, ее корабли она называла судно. А судно это в целом гражданские, а корабли это военные. Так вот, ее корабли, которые все мирненько, так уютно, тихо, по-домашнему, с перерывами на обед и, быть может, даже на дневной сон, обстреливала города Украины. Жилые дома, всякие торговые центры в Кременчуге, все спокойненько, как на работу, ходили, обстреливали, в целом мирно жили, да, а тут на тебе их подорвали. И вот по этому поводу Россия созывает Совет Безопасности ООН. То есть, обстреливать многоэтажки, уничтожать города Мариуполь, Бучу, Ирпень, Рубежное, это все нормально. Тут как бы созывать Совет Безопасности, он, нафиг надо. А вот когда военные корабли взрываются в Севастополе, российские, вот тут уже как бы тревожно. Тут уже надо что-то делать, призывать ООН, видимо, к миру, потому что как же так? А до этого они там в ООН заявляли, что Украина использует боевых комаров. Может, тут какая-то боевая таранька управляла этими беспилотниками или, я не знаю, там Камбала, кто там еще, селедочка может. Бычки черноморские, одесские точно могут тоже такое сделать. Но, в общем, в этой всей истории мне нравится то, что мы систематически показываем, что российские военные объекты, которые самые защищенные, они могут поражаться очень даже эффективно. Крымский МОЗ, флагман Черноморского флота, ракетный крейсер Москва уже на дне. Кстати, новый флагман, который сейчас был атакован. Вот тоже вопросики, что с ним случилось. Вообще опасно быть, оказывается, флагманом Черноморского флота РФ. Видите, один утонул, второй поврежден, который, кстати, носит калибры вся на борту и как раз и запускает их. Опять же таки, неизвестно, насколько он там получил повреждения. Я так понимаю, что эти беспилотники могут нести довольно достаточный объем взрывчатки, чтобы, ну, как минимум, повредить корабль настолько, что он там на многие месяцы будет небоеспособным. А может быть и навсегда. Я, кстати, изначально думал, что нечто подобное было сделано под Крымским мостом. Помните мою аналитику? Потому что, когда было мало кадров, что вот как раз под низу какой-то взрыв, который скинул целый пролет с опор. Вот мне что-то казалось так. И мне казалось это наиболее вероятным событием. Потому что там-то еще и судоходство активное. Действительно под шумок какая-то, какая-то лодочка подплыть, мне кажется, могла. Но оказалось, что такие все-таки фура не на 100%, а на 99,9% что фура. Вот оказывается, что, видите, вот эти беспилотники все-таки действуют довольно эффективно. Довольно эффективно могут поражать цели. И я к чему? Что вот мы можем адекватить самые защищенные российские объекты. Это вот, к слову, россиянам, которые там за войну и вот это вот все, что Украина там 8 лет бомбила Донбасс. Если Украина бы захотела, она бы действительно бомбила и могла бы сравнять с землей точно так же, как это делает Россия. Тот же Белгород. Да те же какие-то цели в Москве живые. Но просто Украина не страна фашист, не страна террорист. Она не воюет с мирным населением, какое бы оно мудаковатое и уродское не было у россиян. Мы этим не занимаемся. Хотя возможности, как вы видите, есть. Возможности есть атаковать даже самые защищенные цели. И что мы и делаем, потому что это цели военные. Но мы не занимаемся террором мирного населения. Светоотражающие элементы должны стать обязательным атрибутом каждого пешехода в темное время суток. Только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, в том числе 38 из них в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он призвал быть бдительным на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде. В общем, это все, конечно, да, правильно, если это говорить как советы пешеходам. Потому что тут главная угроза-то идет от автомобилистов, и они все дружно начали винить пешеходов. Какие пешеходы мудаки, что, мол, такие, они имеют вообще право переходить дороги в темное время суток, а ты едешь с такой скоростью 100 км в час и не успеваешь его увидеть и затормозить, и поэтому забиваешь. И виноват в этом пешеход, потому что вот он не упитился в безопасности, не одел светоотражающие всякие жилеты или, может, даже гирлянду. Ой, какой подлец. Это, знаете, выглядит, как если бы россияне такие, украинцы не носят бронежилеты и не спускаются в бомбоубежище, поэтому они погибают. А так бы наши ракеты, ничего бы им плохого не делали. То есть, как бы мы не виноваты, украинцы виноваты, что они плохо защищаются. Вот так же это выглядит для меня со стороны автомобилистов, вот эти вот все вопли по поводу пешеходов. А где призывы к хотя бы соблюдению правил дорожного движения на дорогах для автомобилистов? Я сам в основном передвигаюсь на автомобиле. У нас поток едет 70 км в час. И это еще хорошо, потому что 50% потока проносятся, обгоняют тех, кто едет 70 км в час еще с большей скоростью. Просто на дорогах сейчас творится какой-то ад. Реально с войной стало еще хуже. Люди стали намного хуже себя вести на дорогах, потому что как-то не чувствуется наказаний. Мы видим, да, те же дрифтеры какие-то там еще на мотыках гоняют. Опять же такие, привет, мопед. Мопеды шумят, эти на мотоциклах дырчат. Просто какой-то ад продолжает твориться на дорогах, но при этом призывают быть осторожными именно пешеходам. И именно их щемят, там какие-то чуть ли не законы хотят против них носить. Хотя опасность исходит именно с автомобилистов. Во-первых, они обязаны придерживаться установленных правил скоростей. А во-вторых, где призывы, чтобы в темное время суток они ездили медленнее, чем установленные ограничения скорости. Потому что, и это призыв вполне адекватный. Потому что скорость твоя должна быть не максимально разрешенная, а или даже максимально нештрафуемая, а безопасная. Ты должен выбирать скорость согласно дорожной обстановке. Если у тебя видимость, блин, на 10 метров, то ты едешь с такой скоростью, чтобы ты за эти 10 метров смог остановиться или среагировать, что-то сделать. Какого хрена ты летишь со скоростью в 100 километров в час, если у тебя видимости нету никакой? Эти же ДТП, это какая-то катастрофа. 58 пешеходов за неделю. А сколько еще там погибло автомобилистов? Плюс это 58 пешеходов погибло. Это 58 водителей отправилось на зону. Это вообще, что такое? Где государственная политика? Необходимо очень жестко следить за соблюдением правил дорожного движения именно автомобилистов. Потому что они несут наибольшую угрозу. Они убивают людей, и они садятся за это в тюрьму. И это огромный урон, в том числе экономике. Человек в тюрьме, это урон экономике. И убитый человек, это урон экономике. В воюющей стране это очень-очень хреново. Да и не воюющей, это очень хреново. И вообще в Евросоюзе подсчитали стоимость жизни человека, у среднего это 3 миллиона евро. То есть государству обходится эта смерть в ДТП в 3 миллиона евро. То есть вот за неделю мы потеряли не кислую такую сумму. Потому что человек, он своими налогами за свою жизнь, он приносит государству некую выгоду. И плюс мы потеряли вот этих, кто сядет в тюрьму. Это ненормально. Это просто ненормально. Плюс они же сами убиваются, водители там в стены врезаются, в отбойники, друг в друга. В общем, я жду, чтобы государство не пешеходов начало щемить. Потому что пешеход, тем, что он в темное время идет в черной курточке, он в принципе не убивает никого. Он максимум сам может убиться. Да, как рекомендация действительно, ребята, одевайте светоотражающие элементы. Переходите дорогу, включайте фонарик на телефоне, чтобы вас было видно. Это тоже отличное средство. Можно не одевать, вы включили фонарик, вас уже хорошо видно. Это вот такой лайфхак. Я сам это делаю. И я это делал и раньше, потому что у нас на дорогах было давно вот такая вот хрень. Но щемить государство, полиция обязаны водителей тех, кто управляет опасным транспортным средством, которое несет угрозу окружающим. Вот их необходимо щемить, а не рассказывать там по 10 минут на главных телеканалах, как себя вести пешеходом. Тут у нас петиция набрала необходимое количество голосов касательно восстановления поврежденного дома на Желянской, 116А. Это тот дом, в который влетел иранский беспилотник Шахет, Дрон Камикадзе. Убил там семью, в том числе женщина беременная. И Кличко в первый же день, там буквально за несколько часов сказал, что нет, дом нельзя восстановить. Вот тут мне интересно вообще познание Кличка, как он так быстро оценил степень повреждений дома. Мне, будучи инженеру-конструктору, мне бы хотелось освоить тоже такие навыки, так быстро оценивать вообще возможность или невозможность восстановления различных конструкций. Потому что обычно на это необходимо много времени. Ну, если там, конечно, не совсем прям все уничтожено нахрен, а там как раз таки нет. Там часть обвалилась дома, а часть целая, там есть целые фундаменты. То есть он явно, визуально там надо проводить какие-то обследования серьезные. И тогда там какой-то экспертный звит и говорить, можно, не можно. А я уверен, что можно. Потому что, в принципе, восстановить можно все. Мы видели, как Варшаву полностью уничтожили и восстановили после Второй мировой войны. Почему вдруг этот дом, который не полностью уничтожен, почему при современных технологиях его нельзя восстановить? И ребята правильно подписали петицию, что его необходимо восстанавливать. У нас так жопа вообще со зданиями историческими. И я понимаю, что там очень сладкое место. И вместо этого исторического маленького домика влупить какую-то многоэтажку. Я уверен, что желающих будет много. И поэтому изначально такие заявления в первые же часы и произносятся. И мне это, конечно же, не нравится. Единственное, что тут мне бы хотелось, чтобы подобные восстановления, быть может, необходимо смотреть, может, его даже не восстанавливать надо, а проводить такую реконструкцию. И знаете, есть классные примеры, где вот такое историческое здание, как раз разрушенное, и к нему там пристраивается современное. То есть у тебя остается вот этот срез разрушения и переход на новое. То есть это можно провести архитектурный конкурс и сделать реально офигеннейший какой-то проект. Но в целом я не против восстановления. Это так уже. Быть может, как раз, когда, знаете, речь идет про мемориалы, они на данный момент как бы бестолковые. Потому что тратить деньги во время войны на мемориал тупо. А вот восстановить дом, который будет визуально еще и как какой-то памятник вот этой войне, то есть где будет переход от разваленного к новому, оно там какое-то условно стекло, там будет какой-то металл, картен, что-то такое. То есть это понятно. Я попробую накидать какие-то примеры, которые были с вот этими разрушенными. То есть вроде как ты делаешь полезное дело, восстанавливаешь жилье, там люди возвращаются, живут. И в то же время вот вам такой типа как памятник мемориал. Вот я бы в данный момент за такое голосовал. А не просто мемориалы на месте каких-то инженерных объектов. Россия продолжает наносить удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Причем, судя по всему, эти удары консультируют энергетики российские. Кстати, что является военным преступлением, нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, это не военные объекты. На военную обстановку это никак не повлияет. Это просто террор мирного населения, чтобы мирное население как-то начало там ныть, видимо, может даже протесты и требовать от властей Украины переговоров. Ничего подобного не произойдет. Украинцы настроены решительно, они настроены на победу. А победы на фронтах сейчас только подкрепляют эту решимость. Никакие удары ни по каким объектам не заставят украинцев требовать переговоров. Наоборот, в случае, если Зеленский и правительство начнут заявлять о том, что надо России какие-то уступки, я уверен, вот тогда будут нитинги как раз-таки. Вот тогда люди начнут протестовать. Поэтому тут рассчитывать на вот этот успех не стоит. Люди только, скорее, наоборот, еще больше озлобляются. Все эти удары имеют абсолютно обратный эффект. Но, тем не менее, вот, конечно, неудобства все вот эти удары нам доставляют. Сейчас уже, да, происходят верные отключения, потому что, особенно в пиковые часы, не хватает мощностей. Гдары идут по подстанциям 330 тысяч вольт, которые... И это действительно, ну, такая серьезная проблема. Они не так быстро восстанавливаются. И мы уже, да, чувствуем все эти верные отключения. Поэтому тут хочется немножко озвучить тему, как вести себя украинцем. Потому что я так посмотрел, не все понимают, как же таки экономить. То есть это не означает даже, что вам просто надо меньше потреблять электроэнергию. Это действительно важно. Но в целом вам необходимо пересмотреть скорее даже графики. Потому что не справляется именно энергетическая система больше всего в пиковые часы. Например, ночью отключений нет. Потому что, если вы посмотрите на график потребления электроэнергии, то как раз ночью у нас потребление, ну, вот, например, составляет менее 10 гигаватт. Даже где-то, ну, так от 10 до 9. В то же время, например, в утренний пик с 8 до 10, это потребление составляет 12 гигаватт. То есть, ну, довольно резко увеличивается нагрузка. Далее тоже в дневное время немножко падает на 1 гигаватт. И у нас потом вечерний пик от 18 где-то, с 19. Там вообще он самый большой и достигает 13 гигаватт. Но это тоже в зависимости от дня. Так вот, нам надо складывать вот эти пики. И недаром всякие Укренерго выдают рекомендации, что вот именно в эти пики старайтесь не использовать такие энергозатратные всякие предметы. Ну, в особенности вы можете, например, бойлер отключить в пиковые часы. И он, по идее, если у вас более-менее Укренерго, он будет держать температуру. А включите его после пиковых часов. После 23 спокойно включаете. Он у вас работает ночью, нагревает. Потом в пик выключаете. Он держит температуру. Ну, и вот так переносите его нагрев на ночное время. Точно так же всякие стиральные, посудомоечные машины. Там по возможности также старайтесь, например, если вы готовите, и у вас там электроплита, электрочайник, то хотя бы чередовать. То есть вы электроплитой пользуетесь, но при этом не пользуетесь чайником. Или там на секунду чайник быстро кипятится. То есть там на минутку отключили плиту, загипятили воду и назад включили плиту. Ну, хотя бы вот такие минимальные штуки, чтобы не нагружать единоразовую систему. Хотя бы пытайтесь соблюдать. Это действительно важно. Таким образом вы эти пики немножко будете скваживать. Ну, и вот действительно пользуйтесь ночными различными таймерами, которые запускают электроприборы ночью. Это тоже очень помогает в современной технике. В основном подобные штуки есть. Кстати, у кого еще есть ночной тариф, это вам еще и позволит экономить деньги. Ночной тариф, он там в разы дешевле. То есть вы таким образом будете меньше еще и платить. Парки Киева зимой будут посыпать гранитной крошкой для экономии. И тут в статье говорится, что таким образом гранитная крошка где-то в 16 раз дешевле различных реагентов. И, боже ж ты мой, неужели хоть благодаря войне мы к этому приходим? Потому что там все урбанисты об этом заявляли, я уже не знаю сколько лет, что вот давайте гранитной крошкой посыпать. В Европе посыпают гранитной крошкой все дорожки, тротуары. Это, во-первых, экологично, потому что реагенты, они вредят растениям, они вредят обуви, они вредят животным, которые по ним ходят. Вдруг, они оказываются в 16 раз дороже, чем гранитная крошка. Плюс гранитная крошка, ее можно использовать повторно. Вы ее потом сметаете, собираете, и вот у вас снова ее можно использовать для посыпки. Или даже можно ее просто смести туда на травку, и где она будет таким противопыльным еще средством. Я когда нахожусь в Европе, там везде используется именно гранитная крошка. Никаких реагентов. И слава богу, что у нас к этому хоть какими-то методами уже пришли. Вот благодаря экономии. В Варшаве достроили самый высокий небоскреб в ЕС по проекту Foster & Partners. Высота небоскреба составляет 310 метров. В целом это не такой уж там прям космический высокий небоскреб, но для ЕС достаточно высокий. Вообще в Варшаве достаточное количество таких небоскребов, высоток. И я не могу сказать, что мне нравится, как они там это все застраивают. Нету какого-то такого, как мне кажется, комплексного подхода. Да и визуально все эти небоскребы так себе. В том числе и вот этот новый Foster. В том же, например, у меня в Франкфурте намного симпатичнее вот эта сити выглядит, как по мне. Оно как-то более целостно там смотрится. И сами здания там покрасивее. Ну и в Лондоне точно так же, я считаю. То есть как-то в Варшавске мне меньше нравится. Пишите, как вам купить. Я в этом выпуске взял побольше урбанистических новостей. Надеюсь, вам понравится. Перейдем к подсчету потерь техники. Напоминаю, смотрим мы по блогу Oryx, который делает это по фотографиям. По данным этого, в целом, уважаемый ресурс. Уже более 10 лет точно он существует. И они отслеживают различные конфликты. Я помню, у них и грузинский конфликт был. Поэтому в целом они проверяют достаточно качественно. Итак, на прошлой неделе россияне потеряли 7474 единицы техники. Ну, то есть такая цифра была на прошлой неделе, а потеряли не за все время. На этой неделе 7552. Таким образом, за неделю прирост всего 78 единиц. И на моей памяти это наименьшее число за неделю потеря на технике. Опять же таки, тут надо сказать, что это все заполняют люди. Они могут болеть, они могут уйти в какой-то отпуск, просто не делать это. Поэтому тоже вот эта неравномерность, она не всегда может отражать ход боевых действий. Как оно все там происходит. Но в целом мы смотрим, лучше ориентироваться на не еженедельный даже прирост, а на глобальную цифру 7552. Но тем не менее, за неделю 78 я отмечаю, что это меньше всего. Ведь может и в целом не характеризует эти действия, но на 100% сказать нельзя. И по танкам. Танков было потеряно на прошлой неделе 1401, а на этой неделе 1419. То есть плюс 18 танчиков у россиян добавилось. В целом, поскольку прирост небольшой, не будем там сильно все проверять. Теперь посмотрим, что там у Украины. На прошлой неделе было потеряно 2071 единица техники. На этой неделе 2122 единицы. Таким образом, прирост плюс 51 единица, это меньше, чем теряют россияне. Но разница не в 3-4 раза, как бывало ранее, а где-то в полтора. Россияне там потеряли 70 с чем-то, а Украина 51. И по танкам. У нас на прошлой неделе было потеряно 332 танка, а на этой неделе 337 плюс 5 танков. Ну вот в танках разница в 4 раза при этом сохранилась. То есть Украина теряла какую-то более, видимо, легкую технику на этой неделе. Но вот ситуация такая. В целом, вот эти потери, насколько мы видим, не совсем действительно пока отражают ход боевых действий. Боевые действия ожесточенные сейчас, особенно в районе Бахмута. Но нету продвижений отсюда. И, быть может, нету вот этой заполняемости потерь. Потому что когда нету серьезных продвижений, то как заполняют? Одна сторона фоткает потери другой стороны. И понятно, что если ты не продвинулся, ты особо и не фоткаешь. Поэтому каждая, может, там были потери и в 10 раз больше у каждой из сторон, но при этом просто нету данных. Но тем не менее мы вот отслеживаем, и как потом впоследствии мы видим, что у Орикса где-то процентов 60-70 отражаются потерь от реальных. Как одной, так и другой стороны. У России перевес в потерях, ну, в 4 раза, как вы видите. В 3-4 раза, в зависимости от типов техники. Тут есть такая интересная мысль по поводу мобилизованных россиян. А у них закончилась уже мобилизация. По крайней мере, об этом заявили их Путин, Шейгу. Там документы никакого не подписали, но понятно, что вот они набрали там 300 тысяч, и какое-то время, как минимум, эта мобилизация подойти. Может, там через месяц-другой снова оживиться. Но вот пока достаточно набрали. И вот у различных военных экспертов есть мнение, что это может сыграть на самом деле и злую шутку. Ну, это может на самом деле и ускорить поражение России. Потому что они вот этих вот мобилизованных направляют буквально там без подготовки сразу на фронт. Понятно, что обмундирование, мы видим, что там это все плохо, но тем не менее их всех, вот это огромное число войск, необходимо как-то снабжать. Необходимо там их хоть чем-то обеспечить. Хоть ржавым этим, калашниковым. И также им там необходимо продовольствие, вода, еда, топливо и так далее. То есть вы увеличиваете массу своих войск, и, соответственно, вам необходимо увеличивать снабжение. А с этим и так были проблемы. Таким образом вы ухудшаете свою логистику. То есть вы ухудшаете снабжение уже и тех, что и были там войск, потому что войск становится больше. Но при этом там находятся вот эти все неподготовленные, плохие войска, не обстрелянные, и которые могут же подставить своих обученных, подготовленных коллег. То есть они там могут сдаться в плен, могут убежать, и таким образом где-то какой-то целый фланг может обвалиться, и произойти такое лавинообразное обрушение из-за вот этих вот неподготовленных войск. То есть пока там были какие-то подготовленные, хоть и не в достаточном числе, они как минимум друг на друга там рассчитывали, понимали, что может быть. А тут вот эта огромная масса, но она может вся брушиться. Поэтому вот есть такое мнение, что может так случиться, что произойти какое-то просто-таки лавинообразное обрушение фронта из-за насыщения их мобилизованными. Ну и плюс вот эта вся угроза с логистикой. Тем более мы видим уже кадры прям с большим числом пленных, прям очень большим числом пленных. Это же тоже показатель, что люди, которые только пришли на фронт, и они сразу буквально через несколько дней уже попадают в плен. Поэтому сложно, конечно, предсказать, но мнение это интересно. В то же время есть мнение другое, что наоборот там, да, много из этих мобилизованных погибнет, но те, кто там пройдут несколько боев, переживут, они уже станут более такие матерые и смогут, наоборот, хорошо воевать. И таким образом вот россияне решают тоже две задачи. С одной стороны, мясом просто останавливают наступление Украины, а с другой стороны, выжившие части этого мяса, они уже станут более-менее ок бойцами. Ну посмотрим, как это все будет, но в любом случае мы понимаем, что как минимум с логистикой будет хуже, потому что число войск увеличилось, и это тоже все-таки какой-никакой, но позитив. Теперь посмотрим, что у нас на фронтах. Итак, начинаем, как всегда, с севера на юг. На севере обстрелы, в Харьковской области приграничные тоже обстрелы продолжаются, вдоль всей границы. Далее восточное направление, направление Сватова, Кременной, там отмечаются продвижения украинцев, украинских сил. Вот интересно, в районе Сватова трасса Н-26, она уже перерезана, причем в нескольких местах, но в целом это не столь для россиян как-то значимо, у них по ней особо ничего и не снабжалось. Интереснее вот эта трасса Р-66, которая уже от Сватова до Кременной полностью там простреливается, за ИСУ подошли вплотную к ней, постепенно продвигаются к Сватову, в принципе, эта трасса уже не используется, поэтому группировка российская непосредственно в Сватово, она снабжается вот со стороны Старобельской, со стороны Троицкого. И то вот эта, я думаю, трасса со стороны Троицкого тоже туда, в принципе, достает различные артиллерии, ну, такая дальнобойная. Если вот эта Р-66, вот Кременной там минометами можно, то та все-таки на большем расстоянии. Также россияне, кстати, интересно, предпринимают тут различные контратаки, но какого-то успеха у них нету, нигде они продвинуться не могли, в то же время ЗСУ вот как раз Кременной постепенно продвигаются, причем с севера. То есть таким образом вот это движение, оно как бы угрожает в то же время и Сватово с юга, и Кременной с севера. Вот они там продвигаются. Опять же таки, мне кажется, это направление, оно не столь для нас значимо, оно скорее, ну, как бы, раз там получается, мы идем, а так, чтобы вот стояла какая-то такая политическая, военная цель в освобождении Сватова, Старобельска или Кременной там в ближайшее время. Я думаю, такого нету. Конечно же, нам важнее южное направление. Но тем не менее, если мы сможем освободить Кременную, то это может обрушить южнее российские войска, в Лисичанске и может их вынудить отступить за северский Донецк. Потому что вот со стороны Кременной, если потом на рубежные и пойдем на северный Донецк, то вот как раз в Лисичанске им там будет тяжко оставаться. Далее у нас на правой берегу Северского Донца Белогоровка остается под контролем Украины. Там бои, россияне пытаются атаковать, но ничего у них там не получается. Бои идут в районе Бахмута самые ожесточенные, Солидар. И вот в Бахмуте там просто как в Первой мировой войне там показывают видео, где наши войска в окопе. Чувак камеру эту из окопа высовывает и там просто поле усеяно российскими трупами. То есть там прям реально как в Первой мировой войне нет возможности убрать эти трупы. Буквально там труп российский там в паре метров лежит, а ты, ну, как бы никто его убирать не может, потому что, ну, вот такие боевые действия идут. То есть довольно-таки там ситуация, конечно, ужасная. И россияне просто бросают вот эти волны живой массы туда. И благодаря этой живой массе понемногу все-таки в них удается продвигаться. Но, опять же таки, в Бахмут они пока не зашли. Основная у них цель, мы видим, что вот они хотят Красной горе настичь, они хотят обогнуть город с двух сторон. У них это пока не удается. Далее подобная ситуация у нас в районе Донецка, Авдеевка, Марьинка. Со стороны Песок атакуют Первомайское. Но там продвижений также нет. Но тоже вот такие ожесточенные бои. На южном фланге немного активизировались бои в районе Угледара, сообщается. Именно россияне атакуют. Но информации, что там у них получилось, нет. Обстрелы вдоль всей линии фронта. Обстреливают Запорожье, обстреливают Никополь, обстреливают Марганец. Далее у нас со стороны Херсона тут тоже бои ожесточенные, но информации о продвижении тоже нет. То есть там россияне хорошо окопались. Мы слышали различные интервью, что до конца года Херсон будет освобожден. Хочется верить, но видим, что россияне твердо намерены удерживать Херсон. Несмотря на то, что они там вывозят все эти памятники, вывозят технику, пожарные машины, скорые помощи. Но политически для них важно удержать город. Поэтому они при том, что вывозят технику, грабят, они завозят войска туда. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Слава Украине, слава Зайсу. Пока. Пока.